Дневной разворот Видишь, как хорошо А у моих родителей в этом году свадьба золотая О, как Да, я тоже буду готовиться к первому сентября Там такие были традиции, когда сразу несколько свадеб бывало Там, знаешь, вот такие коллективные свадьбы большие Вообще, исходно на Руси, как было принято же свадьбы справлять в конце сельхозсезона, когда работы завершены, то бишь осенью Да Твои как-то выпали А мои, видимо, перед началом сельхозсезона Как-то вот устроили это мероприятие, чтобы семьями объединиться и было полегче сельским хозяйством управляться Трудиться Да, у нас сегодня два часа разворота, как обычно И две темы Темы очень интересные, касаются буквально абсолютно каждого из нас И если во втором часе мы будем говорить со строителями и с представителем Вятской торгово-промышленной палаты Чего же там с главой Вятской торгово-промышленной палаты Николаем Липатниковым О том, что такое охранные зоны исторических и культурных и памятников культуры Оттолкнувшись от конфликта, который возник между господином Киселевым Владельцем и руководителем ЧПЦК «Нефтепродукты» и городом В лице сити-менеджера Ильи Шульгина Напоминаю, небольшой домик двухэтажный в районе Трифонового монастыря Город собирается, но, по крайней мере, угрожает, что снесет Поскольку он без разрешения на строительство там возводится Господин Киселев говорит, что вопрос во многом завязан на медлительных бюрократических процедурах В частности, определение вот как раз тех самых охранных зон Что такое охранные зоны и почему строители давно требуют их уже определить в нашем городе Почему они не определяются Это все во втором часе будет обсуждаться нами и вами, слушатель, по телефону 211-101 А в первом часе мы продолжаем тему, которая поддерживает на протяжении уже достаточно долгого времени Тему касается качества, прежде всего, молочной продукции, которая производится в Российской Федерации в Кировской области Дело вот в чем Дело в том, что три серьезных ведомства Три федеральных агентства Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество Подвели предварительные результаты масштабной проверки, цитирую по РБК, качества молочной продукции И в ходе исследования выяснено было, что это качество вызывает много вопросов В частности, наиболее проблемным молочным продуктом является творог Почти 35% всех товаров в этой категории продается с различными нарушениями Прежде всего, плесень и дрожжи А в масле и молоке нарушений чуть меньше, почти 26% Насколько это критично? Почему возникают такие нарушения? И дальше, что вообще происходит с рынком молочной продукции в России? Потому что, напоминаю, у нас был разворот на бизнес Один, второй, где мы говорили о падении закупочных цен на молоко Где производители говорили, что они работают в убыток Мы об этом поговорим с экспертами, которые сейчас уже находятся в нашей студии Некоторые из них находятся, другие будут подключены по телефону И представим наших экспертов прямо сейчас Да, что уж скрывать, это крупнейшие игроки на рынке молочной продукции в нашем регионе Приветствуем в нашей студии Федора Сураева Заместителя генерального директора Кировского молочного комбината Добрый день Здравствуйте И с нами Евгений Самойленко Генеральный директор Кировской молочной компании Представлены на рынке брендами, как известно, Здорового корова и Красногорский Ну а Кировский молочный комбинат с традиционной продукцией называется Вятушка Да, и сегодня мы будем подключать чуть позже по телефону Андрея Даниленко Председателя правления Национального союза производителей молока Союз молоко, он будет с нами по телефону Мы хотим у федерального эксперта тоже спросить Каковы тенденции рынка И что несут за собой исследования вот этих ведомств, которые мы уже перечислили Но прежде всего, все-таки, вот мы назвали нарушения, да И проблемы там проценты назвали в качестве молочной продукции Я хочу спросить у наших экспертов Вот 35% творога продается с различными нарушениями В частности, плесень и дрожжи Это вообще показатель в рамках статистики какой-то общей Или вас тоже удивили эти показатели? Давайте с Федора начнем Федор Сураев, пожалуйста Ну, творог, он такой продукт сложный, да И в производстве, и, как сказать, в реализации Потому что короткие сроки у него обычно Вот, и любые нарушения в транспортировке Или в хранении этого продукта Приводят к тому, что как раз повышаются показатели Вот, по допустимым, там, по дрожжам и по плесени Вот, поэтому тут вопрос не только к производителям, да Но и к торговым сетям Надо сразу сказать, что ведомства закупали продукцию в магазинах разных форматах То есть не с предприятий брали, а в магазинах Это существенно? Да, это существенно Потому что вопрос, в каких условиях доставлялся продукт до магазина Да, в каких условиях он там хранился Вот, это тоже немаловажный такой вопрос Который в конечном итоге влияет на качество конечного продукта То есть, попросту говоря, возможно, в торговой точке В силу каких-то причин мог быть не соблюден температурный режим Было чуть потеплее, чем необходимо И вот эти микроэлементы, они все Чуть потеплее Чуть потеплее 35% творога Я думаю, что там очень чувствительно к температуре Давай мы спросим сейчас и у Федора, и спросим у Евгения Как вы транспортируете вашу продукцию? Вот готовится тот же творог или масло на предприятии Дальше вы своими силами разводите их и куда? Прямо в магазин или в какие-то хабы? Или у вас забирают сами сети? Пожалуйста, Евгений Евгений Самойленко, Здорово Корова, Красногорский Ключевой фактор, конечно, качества продукта Это холодная цепочка доставки То есть немаловажный фактор – это производство После производства, это, конечно, складируется на складах Дальше везется На ваших складах На наших складах, да, готовится Дальше везется рефрижератами, машинами Чьими? Также нашими Производителями Производителями, да, где соблюдается температурный режим То есть условия – это 4 градуса Как в холодильнике Как в холодильнике Допускается до 6, но это самое Тоже как в холодильнике Минимальная величина То есть и уже при приемке в магазинах Существуют некоторые проблемы Конечно, у перевозчиков тоже есть проблемы Нельзя исключать этот фактор Но, тем не менее, когда на полках Мы видим продукт И соблюдение всей холодной цепочки То он является действительно и качественным Но если там будет повышаться температура Конечно, все микробиологические показатели Влазят наружу А вы, Федор, вы тоже своими рефрижераторами Доставляете продукты И куда? На хабы или конкретные магазины? У нас создано дочернее предприятие Которым вы руководите? Да, которым я руковожу Свой автопарк? Да, у нас есть свой автопарк Свои автомобили Которые оборудованы специальными рефрижераторами В которых также сохраняется температурный режим От 2 до 6 градусов Проводится санитарная обработка Обязательная Все требования по перевозке молочных продуктов Мы соблюдаем И доставка у нас в городе идет до магазина То есть во все магазины города Мы доставляем продукцию сами У нас есть покупатели из области Из других регионов Которые приобретают продукцию У нас со склада И самовывозом уже вывозят И там уже они своими силами Так сказать, справляются А как вот это происходит? Смотрите, два варианта Развозки продукции с предприятий Когда вы везете своими рефрижераторами В магазины местные Вы на всех этапах отслеживаете Качество продукции самостоятельно Там линия, да, вышла что с линией Потом, значит, посмотрели какие рефрижераторы Дальше, как приемка осуществляется в магазине? Как они понимают, что вы им привезли Сто процентно качественный творог А не, сколько, 70 процентов качественно А 30 с плесенью? Ну, у крупных игроков на рынке Есть свои требования, да Они в том числе и контролируют температуру На продукте, на упаковке продукта Вот у них есть свои требования Вот Ну, у небольших Ну, какие требования? Они смотрят в бумажку или они берут пробы? Или они прям термометр, как у них берут И замеряют конкретно Температуру в автомобиле, в рефрижераторе? Прям замеряют Да, прям Есть такой специальный прибор Он оптический Направляется на упаковку И снимаются показания То есть, если показания не соответствуют Значит, продукции не принимаются Оптический прибор температуру припроверяет Или он тоже микробиоту там уже сразу раз Нет, он только по температуре Он некий тепловизор такой То есть, они, по сути, получают документы Замеряют температуру И все, и забрали партию Так происходит Да Да, то есть, если все соответствовало нормам Значит, при каких-то, так скажем Несоответствии к качеству Да, претензии к производителю То есть, если, подождите Я пришла на магазин Купила с полки творог Пришла домой, открыла Там, значит, плесень Я, в первую очередь, иду в магазин Сначала, да, в магазин И говорю, что, извините Вот чек, вот творог Что вы мне продали А они говорят Виноват производитель Так происходит? Ну, там совместная ответственность наступает Вот Если будет доказано то, что Производитель произвел некачественный товар Значит, нести ответственность будет производитель Что они делают? Они с полок собирают творог Его проверяют Всю партию И дальше идет какой-то вот такой процесс Да, есть процедура, есть процедура определенная Да, то есть, при обращении, да При каких-то претензиях вызываются В том числе представители нашего предприятия И дальше уже вы спорите, кто виноват Да, совместно изымаем партии Отправляем их на анализы Вот, и тогда уже там определенные решения принимаются То есть, кто виноват Либо торговая сеть нарушила температурный режим при хранении Либо мы произвели некачественный продукт Что, ну, очень маловероятно А бывало у вас такое претензии? Я не припомню, если честно Евгений Самойленко, Здорово, Корова и Красногорский Если в Кировском молочном кабинете свой парк автомобилей То у вас партнеры, я так понимаю, да, которые перевозят Да, совершенно верно Давайте добавлю здесь Что при приемке товара в сетевых магазинах Вот, действительно, они проверяют температурный режим автотранспорта В котором была привезена продукция Если это не соответствует требуемым нормам То есть, выше там на 2-3 градуса Они, конечно, машину бывает разворачиваются Со всей продукцией Это действительно так И что дальше с продукцией этой должно произойти? Дальше с этой продукцией Она доохлаждается до определенного режима Если она действительно не соответствует Например, по поломке рефрижератора Это, ну, практика такая бывает, действительно Не только там в Кировской области Вот, данная продукция утилизируется Если там выше 10-12 градусов Не соответствует уже всем необходимым нормам Бывало, что вас подводили перевозчики? Ну, знаете, бывало, да Вот, но, так как наше предприятие Вот, наше в частности Да, мы имеем стандарт качества ISO 22000 Вот, насколько я знаю, у коллег ISO там 9001 Это международный стандарт Да, международный стандарт, который принят И получили все необходимые подтверждения и сертификаты Мы работаем на основании данного стандарта На основании договорных отношений с сетями Вот, конечно, мы договоримся, определяемся Какие могут быть проблемы Либо они возникли по вине производителя Либо по вине перевозчика Либо по вине уже магазина На приемки, хранения неправильно Выкладки там на полке и тому подобное А если творог... Перервемся Можно небольшой? Если творог вот чуть-чуть перегрели Ну, вот чуть-чуть совсем Да давай после перерыва Полминуты Хорошо Федор Сураев, заместитель генерального директора Кировского молочного комбината Евгений Самойленко, генеральный директор Кировской молочной компании У нас в гостях Мы разбираем отчет трех крупных федеральных ведомств Россельхознадзора, Роспотребнадзора и Роскачества Отчет, который предоставили вчера По результатам масштабной проверки по всей стране Молочной продукции Продукция закупала с полок различных магазинов Магазинов разных форматов То есть это и сетевые, и небольшие магазины у дома И меня лично поразили эти цифры Что до 35% творога Некачественные нарушения Есть микробиологические, прежде всего, плесень и дрожжи До 26% масля и молока Такие нарушения Почему это возникает? Как от этого уберечься? И какие последствия вот этой масштабной проверки Испытают на себе производители, продавцы, перевозчики Как-то все скажется на нас, на покупателях Мы стараемся разобраться в сегодняшнем нашем дневном развороте И сейчас с нами на связи Сейчас с нами на связи Андрей Даниленко Председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Львович, добрый день Добрый день Вот в начале программы мы спрашивали у наших гостей А это представители крупнейших производителей В Кировской области Кировского молочного комбината И Кировской молочной компании О том, много это или мало 35% нарушений в качестве продукции Что касается творога И почти 26% в масле и молоке Что скажете вы? Ну, во-первых, надо внимательно посмотреть О каких нарушениях идет речь В основном эти нарушения связаны с микробиологией Микробиология может возникнуть в результате Ну, допустим, неправильного хранения Неправильной транспортировки условий Ну, скажем так, примитивно Вы, если купите пачку творога Положите к себе в холодильник И откроете упаковку А потом через сутки сдадите на лабораторное исследование Вы можете обнаружить там тоже микробиологию И это будет не потому, что вы купили в магазине плохой продукт А потому, что по какой-то причине Есть микробиология в вашем холодильнике Андрей Ильич И, конечно, нужно еще иметь в виду Что по всем нарушениям Никаких опасных для здоровья человека Нарушений не обнаружено Правильно я понимаю, что вот эта проверка Она была затеяна не только для того И, может быть, не столько для того Чтобы оценить качество продукции С точки зрения там, насколько она бывает Испорчена или не испорчена А целью главной проверки Было определение доли фальсификата То есть, чтобы определить долю тех молочных продуктов Где нет молочных жиров А применяется там растительное Прежде всего пальмовое масло Да, это была основная цель Вокруг этой темы очень много спекуляций И рассуждений в последние годы Назывались самые, скажем так, разные цифры И 20, и 40, и 50, и 70% Но вот результаты исследований показали Что в пределах 8% Нарушения, связанные с использованием Растительных жиров в молочной продукции Что существенно ниже, чем многие до этого заявляли Ну вот РБК пишет, что На площадке открытого правительства Я цитирую Упоминалось пожелание первых лиц государства Раз и навсегда поставить точку в вопросе Есть ли в молочной продукции фальсификат или нет Вот 8% это точка Раз и навсегда или нет Ну, на самом деле Даже 8% это много И однозначно С этим надо бороться Но единственный способ С этим бороться Это должны быть очень серьезные Жесткие штрафные санкции К сожалению, сегодня штрафные санкции За фальсификацию Это там 50, 100, 200 тысяч рублей А сверхприбыль от фальсификации продукции Может быть в сотнях миллионов Поэтому, конечно, штрафы должны быть существенными Чтобы это действительно предприниматели Перестали этим заниматься Мы не раз в нашем эфире освещали эту тему Качество молочной продукции И наши гости, которые сейчас в студии Сами ее будировали, поднимали И были участниками нашего эфира И сами инициировали проверки В рамках региона по фальсифицированной продукции Сколько вот себя помню Здесь, в этой студии Все время об этом шла речь И, собственно говоря Мы сейчас вот не можем помочь У нас улучшается У нас улучшается ситуация с фальсификатом или нет И кто поставит эту жирную точку В конце концов Потому что предприятия, которые поставляют сюда Фальсифицированную продукцию Называя ее молочной продукцией На самом деле, применяя пальмовое масло Они как работали, так и работают Ну, во-первых, мы считаем, что эта проверка Сделает очень многое с точки зрения того Что сейчас уже выявлено определенное число нарушителей И вообще эта тема сейчас поднята на уровень И президента Российской Федерации Есть уже поручение по этому поводу И в ближайшее время мы надеемся Рассматривать в Госдуме законопроект По жестовщению штрафных санкций За фальсификацию продукции И мы все-таки надеемся Что в ближайшее время эти меры Начнут действовать И процент фальсификата будет падать В любом случае, он был год назад больше Сейчас, конечно, это все равно слишком много Это, конечно, плохо влияет на добросовестных производителей Которые, к сожалению, вынуждены конкурировать С теми, кто недобросовестны Поэтому будем надеяться Что в ближайшее время Этот вопрос все-таки более кардинально будет решен И вообще, в целом, выводы И в том числе и по микробиологии Надеюсь, приведут к тому Что и начнут очень серьезно смотреть На всю продовольственную цепочку От фермы до магазина По всем стадиям, через какую проходит продукция Вот очень интересный вопрос про магазины Так и подмывает все время его задать У нас в Кирове Очень сильно развиты сети Например, Магнит, Пятерочка Есть собственная сеть, Глобус Есть магазины у дома И часто бывает такое Что ты заходишь в магазин И чувствуешь, что прям вот жарко И что с этим делать Ты не можешь понять Кому обращаться Кому задавать вопрос Что это у вас, товарищи, здесь так тепло То есть много ли нарушений В самих магазинах И вы знаете, наверное, К вам стекается эта информация И большинство нарушений Все-таки у маленьких магазинов У дома или у сетевых Ну на самом деле Вы подняли очень важный вопрос Потому что нам, производителям Молочной продукции Мы же производим свежую продукцию Это продукция, которая требует Холодной цепочки То есть очень строгого содержания С точки зрения Холодильного оборудования И, конечно, когда торговая точка Держит на складе Где не выдерживает температурный режим Или где нет санитарных условий Или на полках нет соответствующего режима Это, конечно, дискредитирует продукцию Которая качественно выходит с завода Конечно, сейчас существует такая проблема Если у вас есть такие факты То, конечно, в первую очередь Надо обращаться в Роспотребнадзор И с соответствующими жалобами Они обязаны реагировать на жалобы И частных лиц И должен сказать, что Роспотребнадзор Очень оперативно реагирует Есть сайт Роспотребнадзора Где вы можете видеть целый список Нарушителей Которых они выявляют и наказывают Но в целом пока Статистика показывает Что крупные сетевые магазины Более системно подходят Холодной цепочке Чем малые форматы Хотя не всегда это так Есть и малые форматы Которые тоже очень добросовестно Относятся к продукции Андрей Львович, еще вопрос Ближе как-то к вятской земле Хочется, вы представитель Очень серьезной федеральной организации Национальный союз производителей молока И наверняка вы Мониторите ситуацию с качеством С доступностью С безопасностью молочной продукции По всей стране Вот Кировская область В этом отношении На каком счету находится? Можете сказать? Что у нас с молочкой? Во-первых, должен вам сказать Что Кировская область В лидерах С точки зрения Вообще Подходов К производству сырого молока И по продуктивности На голову А самое главное Качество сырого молока То есть Переработчики признают Что сырое молоко В Кировской области Одно из лучших В стране По качеству Соответственно чем? И это конечно же Влияет и на качество Готовой продукции То есть если сырье Очень хорошее То соответственно И готовая продукция Тоже получается Очень качественная Поэтому Кировская область С точки зрения Региона Считается очень Таким положительным Молочным регионом Поэтому Жителям региона В этом отношении повезло Спасибо за похвалу Да и еще один вопрос Перерывом конечно Как раз у нас полторы минуты Мы с удивлением узнали Может быть когда-то освещали Но я совершенно не помню Этот вопрос И здесь вот кстати В докладе трех ведомств Говорится о том Что одним из главных Предложений Является введение Электронной ветеринарной Чтобы избежать И фальсификации И нарушения Там правил хранения Да транспортировки Является введение Электронной ветеринарной Сертификации На все продукты питания Я так понимаю Называется она Меркурий В том числе и молоко Будет маркироваться Что это за система Для чего она Вводится Я смотрю что она Уже с первого июля Должна заработать Текущего года Ну во первых Эту систему Ну сама система Меркурия Работает уже давно Ее должны были Ввести как обязательно Уже давно Постоянно переносится В очередной раз Перенесли на первое июля Очень разные Противоречивые отношения Сообщества К этой системе Что касается Сырья И оформление Сырья Через эту систему Это очень положительное И действительно Это сыграет Положительную роль Что касается Готовой продукции Есть еще одна система Маркировки Упаковки Которая тоже сейчас Рассматривается На уровне Правительства Но в любом случае Конечно Единая информационная Система Которая будет Отслеживать Движение продуктов От земли До прилавка Это хорошо Вопрос только в том Чтобы эта система Эффективно работала И чтобы она Не создавала Дополнительные затраты Существенные Для бизнеса Чтобы это Не способствовало Удорожанию Продукта Поэтому посмотрим С первого июля Должны ввести Эту систему У нас есть Некоторые опасения По технической Способности Этой системы По себестоимости Этой системе И Насколько она Действительно Эффективна Будет Для готовой Продукции Но в любом случае Мы движемся В сторону Цифровой экономики Мы движемся В сторону Прослеживаемости Систем прослеживаемости Единых информационных Систем Поэтому надеемся Что вместе с правительством Найдем Какое-то Ну Оптимальное решение Спасибо Андрей Даниленко Председатель правления Национального союза Производителей молока Союз молоком Прервемся на полторы минуты У нас реклама Все вопросы волнует Все Молоко 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 Волнует всех Абсолютно А вот Ты же У тебя два Маленьких пацана Ты же постоянно Покупаешь Молочные продукции Ну у нас отдельная Отдельная у нас История конечно Молодое поколение У нас все больше Не переваривает молоко Да не то что не переваривает Очень аккуратно Нужно это все дело Вводить Ну как говорят Специалисты Это проблема Целого поколения Целые поколения Но это уже Отдельная тема Для беседы Мы сейчас кстати говоря С тобой не озвучили Наш опрос А он у нас есть На сайте Ахакирова.ру В нашей группе Вконтакте Нам конечно интересно Что потребители Как они оценивают И выбирают Молочную продукцию Мы спрашиваем Выбирая молочную продукцию В магазине На что ориентируетесь Вы в первую очередь На сайте Ахакирова.ру Побеждает Ответ На цену 43% 29% На торговую марку Срок годности 29% Состав Беру не глядя Никто не выбрал Этот ответ А что вконтакте Приверженцы В конкретного бренда В нашей группе Вконтакте Гораздо больше 66% Именно на марку Ориентируется На втором месте Цена 20% Да Но это очень показательно Я тоже призналась Голосовала перед эфиром Что я выбираю По торговой марке Ну то есть Если раз не ошиблась Два не ошиблась Три не ошиблась Мне устраивает Качество Вкус Все Я выбираю По торговой марке И честно Я очень редко смотрю Там Нет смотрю сейчас На йогурт Особенно я смотрю Дату производства Потому что стала замечать Что почему-то В магазинах Все реже и реже Я могу застать йогурт И сегодняшний Или вчерашний И все чаще и чаще Недельный И более того Вот в последнее время Особенно я это вижу Я понимаю 14 дней Там срок службы Но мне не нравится это Потому что молочная продукция Я хочу чтобы она как-то так Вот Ты готова определить На вкус Что Выпущен он Вчера Или сегодня Или Вчера и сегодня Ладно Но когда уже прошла Неделька Или ближе к концу срока Он сильно отличается Йогурт даже по внешнему виду Володь Вот поставь две баночки Вскрой и поймешь Несмотря на то что Срок годности Еще сколько там есть Совершенно верно Но вот Настораживает Как раз Вот эта история Что на цену Ориентируются люди Прежде всего И мы об этом Как раз Федор уже говорили Когда говорили про сыры Что да Цена Она к сожалению Диктует Очень Для многих Вот эту историю Что они начинают Производить спреды Вместо того Чтобы производить Качественную продукцию Мы примем телефонный звонок И поговорим дальше Еще продолжим Про систему Меркурий Для кого она вводится И как-то скажется На качестве молочной продукции И закончим фальсификатами А пока Телефонный звонок От слушателя Добрый день Как вас зовут Добрый день Меня зовут Татьяна Город Киров 30 секунд у вас Татьяна У меня просьба Господину Сураеву Я являюсь Ежедневным покупателем Магазина Которое раньше Называлось Вятское масло А сейчас Называется Вятушка Находится Оно на углу Советский город Киров Не Нововятск И Ленина Так вот В последнее время Сливочное масло Продают Окисленное У них Знаете Такой Миллиметра по два Бывает Лед оранжевого Цвета Это уже Не качество Следующее Это будет горькое И следующее Это будет плесень У меня просьба Господину Сураеву Каким-то образом Проконтролировать Все это Чтобы подобного рода Не было И чтобы Мы с удовольствием Ходили в ваш магазин Это первое Второе Ацедофилин Почему-то Ацедофилин Ацедофилин И снежок Всегда Прописывают Детям Если у них Есть проблемы С гастроэнтерологией И мы К вам ходим Каждый день Приезжаем Не знаю Откуда За ацедофилином Всегда бывает Свежего нет Свежего нет Ну так как это так А вы предпочитаете Продукцию Именно этого Производителя И вот сейчас Вы видите Такую тенденцию Масло сливочное Я всегда Покупаю Именно этого Производителя Спасибо Спасибо Два вопроса Масло сливочное И ацедофилин Конкретный магазин Называется Что с ацедофилином У нас кстати Ты помнишь Ацедофилин В школах водили В мое время Я помню Прекрасно Нам давали Можно по порядку Давайте Начнем с масла Сливочного Нам поступали Обращения От граждан Именно на этот магазин Дело в том Что там Сотрудники магазина Не соблюдали Режим По Температурный режим По разморозке То есть вы провели проверку То есть мы провели проверку Да Приняли меры То есть Более таких фактов Не повторится Да То есть вот это Не случайный звонок Вы уже получали Это не случайный звонок Да Мы получали Подобный сигнал Я так полагаю Что с риском Резкая разморозка Происходила Раз как Налет Так вот получается Да Да То есть Именно Понимаете Масло поступает При температуре Минус 18 То есть оно Для Как сказать Для хранения Пригодно При такой температуре Ну то есть При такой температуре Наиболее Длительные сроки Хранения У сливочного масла А в реализации Оно должно Отпускаться уже При температуре Там Плюс 2 Плюс 6 Вот И именно Не соблюдалось Вот это вот Срок Температура хранения Именно Перевод Его не ставили В охлаждающую Камеру А сразу в тепло Да Сразу в тепло Почему-то Вот заведующая Магазина решила Что так можно Но оказывается Она еще там работает Заведующая Стесняясь спросила Ладно Пускай это будет Производственной тайной Да Это будет Производственной тайной А что с ацидофилином Скажите По поводу ацидофилина Ну и вообще По кисломолочной По всей продукции Вот я вас уверяю Что вся наша продукция В большей степени Кисломолочная Это касается Пригодно И качественно На всем В течение всего срока И ее хранения Это наша привычка Что да Мы привыкли Вы нас избаловали Сегодняшнее купить Вчера Избаловали Избаловали Люблю вас Торговые сети Вот Но если допустим Хочу вам честно Откровенно сказать Что двухдневный кефир Допустим Полезнее чем Однодневный кефир Вот Потому что там Бактерии больше Да Да Вот Развелись они Это мы с тобой знаем Про цедофилин Тоже То есть вот По поводу Конкретно нашей продукции Хочу сказать Что вот На протяжении Всего срока годности Она Высококачественная Полезная И Ну вот все таки Это история Коллеги Вот к вам обоим Вопрос Еще раз говорю Что это Кировская молочная Кировская молочная Комбината Кировская молочная Компания Все таки Тенденция Вот это К тому что Там меньше Стали производить Или Покупатели Закупают Большую партию Потом ее распродают Мы просто говорили с вами Что и покупательская Способность Населения Падает Да И Это как-то Сказывается на том Что вы там Сократили партии Производства Я не знаю Там реже Поставляете Нет Тут нужно Отталкиваться От запроса От запроса Покупателей Он упал Евгений Пожалуйста Давайте я Добавлю по поводу Качества продукции Все таки Когда Выставляется Срок годности Например Если это Срок 14 Суток То Как минимум При проверке Данного продукта Срок годности Выставляется 21 день Плюс еще Минимум 2 трети Даты К нему Поэтому Я как Производитель Да и как Потребитель Я проверяю Качество Своей продукции Уже на полке И стараюсь Брать Сроки Уже В конце То есть Уже Недельные Или Десятидневные И как ведет себя Продукт Цельномалочный продукт Он всегда живой Особенно Творог и кефир Как вы уже сказали Поэтому У них Процессы Идут Он меняется В течение Срока годности Кефир Через 7 дней Может быть Уже Немного Другого Вкуса Но тем не менее Он не является Неполезным Становится даже Свежий Извините Слабит А Семидневный И наоборот Совершенно верно То что кому необходимо Но тем не менее Я хочу своим опытом Поделиться Кстати оладьи На кефире Который пролежал Несколько дней Они пышнее И немножко вкуснее Чем оладьи Из свежего кефира Это мы знаем Это правда Это правда Да У нас остается Всего 3 минуты До завершения Нашего эфира И поэтому Давайте буквально Помянуть На итоговые Какие-то На итоги По двум вопросам Которые мы все-таки Обещали Нашим слушателям Осветить Мы просто не назвали Не озвучили Один из самых главных вопросов Конкретно Ваша продукция Закупалась В ходе этих проверок Будем узнавать Еще Еще нет информации В ходе по докладу Ведомство не объявили Какую продукцию Наша продукция Закупалась И кроме того К нам приходили на производство Поэтому Результаты проверки Будут Будут объявлены Это первое Второе Резюме Такое Вот эта система Меркурий Которую вы все Обязаны ввести С 1 июля Как скажется На качестве продукции И самое главное Нет не самое главное На качестве И на цене Итоговой Вам придется Вкладываться В это заложите В цену продукции Мы будем переплачивать Благодаря Меркурию Уждений Да Вы знаете Система внедрения Ветеринарной сертификации Стоит из трех этапов То есть Первый этап Это контроль сырья То есть От его производства До переработки До завода Дальше Это внутренний процесс Который на сегодняшний день Пока еще Не является приоритетным Потому что Там много доработок И Как уже Вы сказали выше Что Нельзя определить Конкретно От какой коровы Поступило данное молоко Определенный пакет Потому что Есть определенные емкости Там Стотонные Куда поступает Все молоко Суре И дальше Перерабатывается И третий этап Это уже Этап От производства До Магазина Где на сегодняшний день Есть Является Ключевое Приоритетное требование Вот Как это повлияет На самом деле Сложный процесс Внедрения Не до конца Еще Отформатирована Сама программа Меркурий Она постоянно Обновляется Пока не знаем Как повлияет Знаете Она Повлияет На себестоимость Продукта Однозначно Потому что Необходимо будет Подключать Дополнительный персонал Необходимо будет Дополнительное оборудование Дополнительное оборудование Необходимо Дополнительное затраты Как система платон Программное обеспечение Которое Как система платон Все-таки Электронная Вот эта вся Цифрализация Она требует Сначала затрат Понятно Нет А было бы клево Ты знаешь Покупаешь пакет молока И читаешь Это от коровы Зорька Зорька Дала в 4 утра Возраст такой В 3.30 подоили Да Здорово Хорошо И в итоге Все-таки Вот эта масштабная проверка Которая нам дала повод Для сегодняшнего эфира Материал напечатан Вчера в 00 часов 00 минут На РБК Он вышел там Да Она поможет Мы просто продолжим Эту тему И безусловно Я знаю Она поможет Бороться с фальсификатом На полках Сократится И значительно ли Сократится Приток этой Фальсифицированной продукции А мы вот говорили раньше Что в основном Это из-за границ Нашей области В область поступает Не наши производители Да Это делают Как вы считаете Это поможет бороться С фальсификатом На полках Или нет Федор Я думаю Что поможет Если в итоге Будут приняты Ужесточающие санкции Компаниям Которые фальсифицируют Что предлагаете Ну я предлагаю Прежде всего Увеличить штрафы Наверное Да Более существенных Потому что там Несколько сотен Ну там 100 тысяч Там Или 50 Я думаю Ну тут От миллионов Должны От миллионов А лучше бы Процент с оборота А лучше бы Процент с оборота Потребители К молочной продукции Так как Новостной фон И количество Вот этого фальсификата На рынке Нанес Ну такой серьезный Еще молочному производителю Да Ну вот смотрите Если было По маслу 65 Как вы сказали То сейчас 26 Уже Видны результаты работы Ну на самом деле Нет Это выборочная проверка Все мы продолжим В общем разговор будем продолжать Про фальсификаты Договорились В следующий раз Встречаемся Все таки По результатам Этой проверки И накануне 1 июля Еще когда Меркурий заработает Мы с вами встретимся И поговорим И посмотрим Какие последствия Тем более что этим ведомством Правительству поручено Разработать Выход из этой ситуации Проект по выходу Из ситуации Всего лишь до конца мая Посмотрим Спасибо Федор Сураев Евгений Саморенко С нами сегодня В первом часе разворот И сейчас мы прерываемся И во втором часе После 12 Поговорим о том Что строители просят Определить границы Охранных зон В исторической части Кирова Редактор субтитров А.Семкин